Новости о разработке вакцин по-прежнему улучшают настрой трейдеров, что усиливает аппетит к риску и способствует оттоку средств из безопасных активов. Так, индекс USDX, отображающий положение доллара по отношению к корзине из шести мировых валют, завершил прошлую торговую пятидневку вблизи 7-месячного минимума у отметки 91.77. За прошлую недельную сессию доллар подешевел на 0,64%, и это была вторая неделя подряд потерь. При этом потенциал для дальнейшего снижения котировки сохраняется на фоне публикации слабых данных по рынку труда США. Рост количества заявок на пособие по безработице вызывает беспокойство среди инвесторов в отношении возможного смягчения риторики ФРС. Трейдеры активно пользуются слабостью доллара. Евро держится вблизи трехмесячного максимума. На момент закрытия торгов в пятницу график пары евро-доллар прорвался выше уровня сопротивления на отметке 1,1950, что сулит усилением восходящего движения, направленного к уровню 1,20. В отличие от США, в Европе многие страны приняли решение об ослаблении ограничительных мер, и это, конечно же, позитивно сказывается на позициях европейской валюты. За прошлую неделю евро подорожал на 0,89%. Также трейдеры внимательно следят за ходом переговоров по торговому соглашению между Лондоном и Брюсселем, и благоволят стремлению найти компромисс. Но надежды на разрешение вопроса взаимоотношений двух торговых партнеров после Brexit пока никак не поддерживают позиции фунта стерлингов. Переговорщик от ЕС Мишель Барнье подтвердил, что уехал в Лондон на выходные, чтобы продолжить переговоры по Brexit. Однако Барнье пока не может сказать, будет ли вовремя готова новая торговая сделка с Великобританией. И это наверняка и стало причиной сдержанности трейдеров по британской валюте. Котировка пары фунт-доллар завершила прошлую торговую неделю вблизи уровня открытия у отметки 1,3312. И главный ньюсмейкер с финансовых рынков прошлой торговой недели – биткоин, стоимость которого обновила трехлетний максимум. Котировка на самую популярную криптовалюту добралась до уровня 19 тысяч долларов за монету. На фоне роста цены активность крупных инвесторов оживилась, их число обновило годовой максимум. Но после резкого роста наблюдался откат вниз, что вполне логично – инвесторы фиксируют прибыли по длинным сделкам. А аналитики прогнозируют возобновление роста графика уже в ближайшее время. До максимума добрались и котировки цен на нефть. График цен на североморскую нефтяную смесь марки Brent завершил прошлую торговую неделю вблизи отметки 48,20 долларов за баррель, подорожав на 7,59%. Это четвертый еженедельный прирост подряд, поддерживаемый оптимизмом относительно того, что вакцина от коронавируса будет запущена в ближайшее время. Также нефтетрейдеры учитывают возможную отсрочку увеличения производства странами-членами ОПЕК+. Срок соглашения о частичной заморозке нефтедобычи истекает в январе. И, конечно же, не могло пройти бесследно решение о передаче власти в США выигравшему президентские выборы Джо Байдену. Относительное ослабление политической турбулентности в США способствовало спуску графика цен на золото к двухмесячному минимуму. За неделю унция драгоценного металла подешевела на 4,6%, закрыв торги вблизи отметки 1786,50. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова